Продолжаем прохождение Тропика 5 Продолжаем прохождение Тропика 5 Продолжаем прохождение Тропик 5 это мы не будем строить пока никаких ромов а я уже строю ром ладно выборы президента по нашей конституции мы обязаны назначить выборы на вот они отстающие от сегодняшнего дня ровно на 12 месяцев без работы ну давай чувак я надеюсь то нам нужно думать что нам строить а товарищ президенты я боюсь хорошо строим два общежития нам нужно строить так чтобы люди были довольны почему они довольна делать общежития вот они строим два общежития прям так и еще одно мы строим у нас нету бабу а мы бомжи ну пускай будет так вот так и вот так все так что у нас с продажами да у нас идет экспорт угля уголь и какао хорошо строим ром сейчас самое главное чтобы у нас были денежки и поднимать нужен голоса шахта у нас работает на полную у нас есть задание отраслевая промышленность экспортировать ром армейская база о как упали голоса почему же они так упали было 50 за доли секунды упали на 12 недовольные твари а что же нам придумать магазины строит таверна давайте еще таверну чтобы были довольны а здесь надо стать и дорогу еще достроить точно то верно нужно вот будто верно настроим дорогу опа здесь у нас до кривая дорога мы помним из прошлого выпуска приток денег увеличился если верить учебнику психологии я должна предложить так хорошо сносим давайте дорогу немножечко снесем и построим сейчас новую отлично все ром давай 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 ром повышаем при успевающий ему нужно потребление сахара сахар есть кофе какао какао это перескидываем на сахар на сахар сменить и здесь тоже сменить на сахар сменить все теперь у нас будет ром у нас мало времени до выбора поэтому продолжаем подлизываться строим таверна дачу нас еще есть таверна таверна промышленность у нас мало денег лагеря лесорубов нам нужен особняк ну смысла нету ресторан хорошо будет вам ресторан ублюдки как они могут недовольны такой город красивый до профессиональный город они еще не довольны вот так вот ресторанчик рядом прям с вышкой на 9 процента постаём я сделаю все что могу я честно говорю мы не будем тогда ломать нашу казарму до военный форт не будем ломать до тех пор пока не придут выборы что у нас здесь отношения союзники да нам нужно нас это наладить экспорт рома ром экспорт отлично корабли у нас все корабли заняты поэтому мы уходим с угля мы уходим откуда мы уходим какао у нас хорошо уходим с угля удалить и переходим полностью давай один добавим сюда давайте и пока ром добавим 1 а нужно блин меняем так изгнать принять ось все хорошо поменяли союзника до нам нужно ось волосе отлично и добавляем экспорт 9 месяцев у нас 38 процентов что ж такое что ж у нас все идет не так давайте мужики таверна и один общежитие это общежитие так нам нужно было два поставить общежитие еще одно общежитие мне даже денег когда не хватило 50 процентов где живы вот так вот хорошо общежитие строим ресторан 9 месяцев строя у нас еще одна таверна 38 процентов я наверное не смогу к сожалению ведь я стараюсь максимально но проценты падают на глазах указа о так сухой закон нет ерунда датации фермерам хорошая вещь платная у ранние выборы а если сейчас я нажму ранние выборы подождите а если мне останется один месяц до выборов я нажму ранние выборы у меня будут 2 плюс 12 месяцев вообще надо конституцию менять реально это бред выборы и надо убирать нафиг выбор это моя ошибка киев попу выборы никогда больше не будет у нас выборов никогда таким их поведением я строю общежитие таверны мне процент не растет чего вы недовольны то да угроза беспорядка так давайте посмотрим куда сюда вот посмотрим нет сюда вот вот сюда вот низко преданность армии даже и союзники жалко процент вообще не растет что мы построим общежитие он подрастет немножечко и опять упадет исследование что у нас исследование танк это сделали нет нам делают сейчас сделали танки то есть я могу уже строить да если построим казарму конечно это будет весомый аргумент мы все наверно не сможем построить мгновенно далее построим еще выше тогда выше 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 улесел не хватает на неровная местность вот если вот у нас есть месяцев ну все мы договорились если не получится то я тогда сам буду пробовать и потом перемотаю мы в любом случае это сделаем у нас сейчас построится еще общежитие он даст процент да но процент потом опять упадет поблизости больше нет деревьев я бы вообще бы забил на лесорубу ух ты он сам уничтожается нифига себе ну ладно хорошо да вот 46 процентов ладно из-за войны цена на сталь устойчиво растет нужно из-за войны цена на сталь устойчиво растет нужно воспользоваться какой завод нафиг он нужен нам у нас мы можем просто тупо ром продавать вот опять моя ошибка дыша еще по настроим да ром че нас ромом все отлично чтобы настроим 50 заводов это у нас какао бревна уголь а где ром то еще ром же не поставил вот он рома экспорт так отлично за мы переходим на ром сейчас самое главное выиграть выборы и полностью перейдем на весь ром то есть тогда можно будет все плантации да сделать сахарными 48 процентов еще тогда строим мало 48 мало что вам еще надо ресторан большой сад кабаре у нас нет оперного театра правильно я понимаю хорошо детка давай оперный театр будете петь танцевать крутиться с вертухи в щи хорошо давайте оперный театр все для вас опера бла 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 ля 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 вот она опера вам давайте я надеюсь что мы должны успеть надо поставить будет приоритет самый высокий у нас будет оперный театр понимаете да чем я говорю давайте самый высокий приоритет 4 месяца чтобы построить 2 процента ну 2 мы уже все я уже все построил да давайте оперный театр мужики давайте давайте 14 процентов встречи да проиграясь двумя процентами да да 3 процента блин а че ж вам не нравится сухой долг открыта карта трубку 1 такой вижу ну а напускаем он ответ неважно 3 процента надо поднять 50 на 50 и здесь до 50 ну ка если мы все на таверну поставил все на таверну бабуа нету да есть бабуа надо еще на таверну поставим вот сюда вот ну а че бы нет таверну здесь получится блин дороги не будет ну ладно видите там тем более таверна у нас полная 50 на 50 человек давай 3 процента я хочу честно 4 процента да он еще падает молодец 2 месяца мужики построите есть возможность повлиять на исход грядущих выборов откровенно говоря это не совсем законно но я гарантирую что об этом никто не узнает я не знаю есть ли смысл ставить это в прошлый раз у нас было примерно по моему 45 процентов до прошлый раз и никак вообще не помогло никак так смысл никакого нету проиграть так проигрывать буду тогда сам мучиться в любом случае мы выиграем потом я надеюсь на вот эту вот фигню оперный театр за два месяца успеешь же ты построить пожалуйста 84 давай ну давай я надеюсь что он даст мне что-нибудь 44 нет все 6 процентов конечно он вряд ли даст президент и случилось что-то невероятное мы проиграли выборы а все что так быстро 42 процента ну ладно как я и обещал давайте я сейчас буду тогда пробовать сам несколько раз до тех пор пока я не наберу больше 55 и не останется один месяц до выборов и мы продолжим уже с вами мы возвращаемся недолго я мучаюсь а в принципе сразу же все таки у меня получилось с помощью мухляжа набрать ну вот потасовки ну в принципе я как же заполнил как можно было набрать 100% надо было построить церкви и мессии в любом случае самое главное что я выиграл выборы давайте посмотрим что мы будем дальше изучать окей отлично ну поехали я построил еще одну мессию что будет эффект нет давайте больше 47 процентов давай 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 и нужно обязательно убрать эти тупые выборы обязательно все поехали нам сейчас нужно экспортировать ром что у нас с ромом вот у нас ром есть так мы наверное откажемся от угля я думаю потому что он абсолютно ни к чём давайте тогда бюджет поставим так уголь кстати он может экспортироваться сам по себе мессию давайте тогда поднимем бабло и поставим менеджера какого-нибудь альтруист так так ничего интересного нету угу хорошо смотрим что нам сейчас нужно сделать во первых нужно много продавать рома здесь был ром за 3800 прикиньте но там нужна была репутация хорошая мы убираем с уголя мы убираем с уголя и ставим на ром пускай у нас будет так и какао поэтому что у нас здесь с сахаром нормально сахар да ага ставим ром на максимум улучшаем ром и улучшаем плантации не забывайте что каждый раз когда мы меняем тип плантации все усовершенствования они обнуляются это вот минус да хорошо хорошо что тебе надо из-за войны цена на сталь устойчиво растет нужно воспользоваться может быть когда-нибудь так нам для этих домов видите для улучшения нужны электростанции но пока у нас бабло нету мы их не трогаем что у нас здесь бабло ожидаемый доход 11000 ром да господа ром давай ром на максимум детка поехала поехала пошла жижа по трубам звездочки одна звезда мало надо 5 звезд сахар давайте мы прибавочку сделаем сахар мужики выжимайте нет не бедняк вот так ладно на максимум больше больше гламура и маникюра и педикюра моя любимая старая песенка ну ладно так все теперь мы короче ух ты мы построим еще один ром давайте построим еще ром а нам нужно бабло да 15000 не забывайте что эти деньги идут нам в карманчик и нужно обязательно конституцию поменять исследования у нас идут да и в принципе у нас еще есть время до до войны смотрим что у нас здесь и есть дотация 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 фермерам повышает эффективность всех плантаций ежемесячный расход ну давай без проблем если мы улучшим наши плантации это будет хорошо так у нас какао на максимум работает да пускай угу и нам нужно построить еще ром 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 я хотел сделать акцент именно на ром экспортировать ром почему у меня ноль из пяти тысяч генерал пенультима придумал еще ну экспортируйте ром так я же его экспортирую так смотрим что у нас здесь есть обзор ресурсов ром ух ты ноль возможно он в пути сейчас ну-ка подождите а нет стоп а да красавчик прям все предсказал пять тысяч рома произведено и вот написано пять тысяч рома в пути видите то есть мы сразу по идее выполнили это задание 50 процентов все же я набрал у ордена везде есть свои люди президенты Леон Кейн наш наставник познакомил меня с некоторыми интересными людьми Сисла Рохо которые могут нам помочь если конечно мы позаботимся о вознаграждении Эти господа предложили устроить диверсии на ряде вражеских кораблей во время вторжения не задаром конечно но у нас нет бабула в принципе можно корабли речь пошла про корабли ну давайте мы примем когда у нас будет бабула ООО 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 Можно целый рэп записать Ладно ждем тогда давайте все таки мы примем ее предложение блин ну опять минусс а у нас бабула идет у нас девятнадцать тысяч идут ля 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 веселье кураж Так, здесь у нас какао. Опять. Что вам надо, повстанцы? Все, 48. Передаю привет Раулю. Давай, Рауль, ты сейчас будешь трупом. Е! Рауль красавчик, будущий трупик. Хорошо, здесь мы можем взять 10 тысяч. У ордена везде есть. У ордена, у ордена, у ордена, у ордена. Еще где мы разгромили повстанцев. Да пускай, мы передаем привет Раулю. И похороним его по-быстренькому. Нам нужно построить еще заводик. Нужно больше бабла, больше, больше. Ох, как сахар попер, попер сахар. Бабла заплатили, все, прорвало пукан у них. Не забываем про наши... Так, приезжие 6 человек. Ну-ка, здесь у нас еще... Приезжие 10. А, то есть даже не было смысла строить. 179, нифига себе церковь, какая красота. Давайте церковь на максимум поставим, богатые. Бюджет, эффективность. О, ордена! О, ордена! Здесь мы поставим вот так. Никакого толку этой фигни вообще нету. По 3 человека сидят. Хорошо, хорошо. Нам нужны деньги, нужны деньги. 14 месяцев, блин. Закон на выбор, который проводится чаще. Нет, чаще мы не будем. Пускай лучше будут... А восстание в любом случае есть. Вы ошиблись немножко. Нет восстания. Восстание у меня уже было минимум в 2 раза. Такая маленькая проблемочка. 14 тысяч. Ну где моя баба, мужики? Давайте. Прям 14 тысяч мгновенно. Блин, а... И не сидите в тюрьме. Или и то, и другое. Приходите в веселый Роджер. И заройте тамагав к войне. Какао. Какао. У нас один порча-то бесполезный, да? Ага. Так, ну дерево уже ладно. Нам, в принципе, дерево уже не нужно. Армейские базы. Построим мы базы именно после Рома. Ну давайте, нужно немножечко бабла. Все. Эту фигню можно взорвать, я думаю. Или нет, или просто построить. Давайте построим тогда... лагерь лесорубов. Лагерь лесорубов. Надеюсь, им этого хватит. Он долго у нас проработал. Вот такая вот дорога у нас тут красивая. О-о-о-о-о. Так, так, так. Ну блин, мало еще. Ну что ж такое. Не, сигареты не хочу производить. Сталетинные. Сталь из железа и угла. Кстати, сталь, она тоже так дорого продается. Как я помню. Здесь самое дорогое. Золото. Это импорт идет. Ром 2 700. Прикиньте. А был 3 с чем-то. Если набрать, здесь 80. Похвала. Давайте, мужик. Я вас хвалю. Дайте мне 80. Ладно, построим Ром. Найти. Говорю, Ром за 3 800. Мы будем самой богатой державой на планете Земля. Нужно нам 3 тысячи набрать. Бабуа примерно. О. Дружище. Со мной связался молодой генерал одной из стран оси. У него просьба. Похоже, у него какие-то проблемы с родословной. И если это вскроется, ему конец. Он надеется, что мы сможем взять его с собой. Только его придется вести катрабанты. Может быть, под видом ученого? Вязать указ в программу глобальных исследований. Указ будет действовать на не менее двух лет. Новый член династии. Так, указ. Где у вас? Блин, я забыл, какой указ. Совместный? А, вот все. Совместный. Вот он, да? Ну, давай, давай. О, это другой мужик, да, какой-то? О-о-о. Прикольно. Еще одного мужика собираем. Это кто-то к нам придет. У нас будет третий мужик, наверное, да? Прикольно. Ну, ладно, давайте мы тогда сделаем. Что, черное у него? Все черное. А его можно сделать негром? Здесь не забылось три шкафа, нет? О, такой вот, пускай, будет. Нет, нет, нет. Он должен быть черным. Поэтому мы сделаем тогда максимум волос. Вот так вот. Брюнет. Вот. Шляп. О, нормально. Легче к испытателю будет. Аксессуары. Аксессуары нам не нужны. О, сигара. Трубка нормалек вообще, братюня. Красавчик. Да, у нас будет третий. Лучше сопротивляется уроном. Все реприканские солдаты несут на 5 меньше урона. Все реприканские солдаты несут на 5 меньше урона. Ну, хорошо. Что ж. Кстати, где у нас мужик? Новый уровень 10 тысяч. А сколько у нас бабуа? Офигеть, 100 тысяч новый уровень. Ну, вот видите ли, я... А, вот он, швейцарский счет. Швейцарский счет 935. То есть мы сделали апгрейд, эффективность гостиниц увеличилась. Иностранная помощь. Кстати, у нас гостиница-то есть? Ладно, пофиг на гостинице. Нам сейчас нужно сделать следующее. Построить еще ром и ударить прям сильно по рому. И ждем, когда появятся новые предложения экспорта рома. 8 тысяч нам прислали. Мало, мало. Немножечко еще надо. А где гостиницы? Не вижу гостиницы вообще. Пляж. Ммм, ром. Ну вот. Тут мне еще помощь прислали. А где помощь-то ваша? Видали, да? Союзники прислали 8 тысяч. Пойдет. Нормально все построили. Давайте работайте. Добывайте древесину бесполезную. Сахар. Угу. Ром. Ну давай. Наши последние научные данные. Иностранные дипломаты на 45% более склонны соглашаться с нами, если наши дипломаты пукают менее часто или, по крайней мере, менее ядовито. В рамках межгруппового исследования мы также узнали, что 33% иностранных дипломатов не нравится, когда рыгают за столом. И, наконец, аж 95% указали, что крайне отрицательно относятся к манере наших дипломатов распевать государственный гимн голыми на столе. Ммм? Кто бы мог подумать? Так, эффект. Открыты дипломатические действия делегации Союз. Угу. Отличное исследование. Да все исследуем. Так, у нас еще война не скоро. Мы опять же ждем дальше. О, 54% нормально. Давайте, мужики. Ну, ромчик, ромчик. Значит, у нас было много бабла. 75%. О, 75%. Да мало, мало. Ну, господи Иисусе. Ну, еще немножко дайте. Нужно 5000, короче, набрать. Ммм. Тихо, тихо. Опять мало, да? Надо 5800 набрать. Ммм. Да вы че, издеваетесь надо мной? Черт. Ладно. Кстати, а вот когда выборы были, мне кажется, можно было убить девушку, которая была против меня на выборах. Мой конкурент. Я, конечно, можно было убить, потому что ее можно было выделить, найти и заказать. Хотя не факт, конечно. Или изгнать там че-нибудь. Нет, мы, наверное, ром не наберем. Слишком сложная задача для нас. Нет, 5800. Нужно всего лишь 5840. Я успел. А-а-а-а. Ла-ла-ла-лай-лай. Ла-ла-ла-ла-лай. О, прям как близко сделаем. Все, я успел. Ну, надеюсь, что у нас будет чисто на ром. На ром, на ром, на ром. У нас отношение поднимается по боля. 73. Нам еще одну похвалу сделает. И все. Так. О, предложение. Заключил договор на поставку отличных танков серии 3000, разработанных лучшими итальянскими инженерами. Модель кажется перспективной. И я уверена, что она превзойдет любую другую технику на поле боя. Блин, аспортировать бревненные доски. Эх, ну ладно, давайте посмотрим. Тогда с какао мы снимем. Уголь здесь уже нету, да, нету. Одного уберем с какао и поставим на доски. На доски на бревна. Вот, бревен нету. Ждем тогда бревна и доски. Хорошо. Потому что нас интересует в первую очередь что? Ром. Ром, ром, ром. Ром, 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 ром. 72. Да, мы забыли про эту фигню. Нужно обязательно убрать. Голосование попробовать. Минус 16 тысяч был. Уже минус 8. Что, здесь нормально у нас? 10 тысяч доход, 7 тысяч. Уголь, доски. Мне кажется, этот корабль бесполезный. Порт. Хотя почему? Пригодится. Так, нам нужны бревна или доски. Нету ничего. Ох ты. Ага. Чувите, да? Прикиньте, за 3600 экспортирует. Отлично. О, секреты появились. Бревен нету. Доски нету. Блин. Ладно, у нас 80 нету. Да, жалко. Ох, как жалко. И почему-то отношения падают. А эффективность? Ммм. В принципе, можно сделать похвалу. О, союз, смотрите. Прикольно. Значит, можно будет скоро союз. То есть, когда 5 месяцев пройдет, мы сможем сделать союз. Что у нас с нищебродами? Давайте глянем. Нищеброды. Бездомные. 8 человек. Ммм. В принципе, все хорошо. Их очень мало. Значит, большой минус. Нужно сейчас выйти из минуса. И перейти на бревна и доски. Правильно? Правильно. Поэтому мы ждем. Ждем, ждем, ждем. Ткани. Нифига себе. 4000. Уголь 560. Все. Никогда не используйте уголь. Полная дерь. Полная дерь. Блин, что же мы из минуса не выходим? 71. Давайте, мужики. А интересно, мы можем проиграть, за то, что мы в минусе долго будем? 12 тысяч. Сейчас, сейчас построим. Сейчас построим и мы пойдем. Наверное, просто завод, видите, не успевает. Не успевает. Я в ярости. Опять заколебали дауны эти. Твое правление сжило себя. Мы победим в сражении. Побеждаем. Вот, денежки потихонечку возвращаются. Ставим на максимум. Здесь мы все улучшили, правильно? О, смотрите. А, холодные воины. Отлично. Поставили еще ром. Повстанцы пускай подыхают. Пофиг на них. Мы же начнем строить уже. А эта вышка обгрыжена? О, не, смотрите. Поставим пулемет тогда. Пускай расстреливает. Все, убили повстанцев. Повстанцы. Ну, плохие люди, конечно. Плохие люди. Ну, за что? Ну, за что? Так, подождите. Два месяца. Пожалуйста, не уходи, ром. Так, бревна. Бревна 878. А, так они уже экспортируются нормально. Поэтому возвращаем на какао. Да, они сами по себе экспортируются. Я забыл. Но нам нужен ром. О, какой вкусненький, а? Какой вкусненький ром. Нам нужна 80-ка. Сейчас, два месяца пройдет. Мы похвалим. Скорее всего, будет 80. Надо выйти из минуса. Давай, детка. Поехали работать. Улучшение. 5000. Ох ты. Если у вас в ушах звенит от воплей джентльменов из Осии, и вы по горло сыты пьяными баварскими песнями, могу предложить альтернативу. Союзники готовы забыть былые обиды. Или даже подбросить нам деньжат, если вы выгоните послов Оси. С какого это перепугу, а? У меня с ними отношения почти 80. 80. Так, а здесь что? Наши друзья из любителей порать просят, чтобы вы заключили союз. Давай, братюня, принимаем. Мы обнаружили способ снизить потери в войне. Окей. Да, господа. А мы бы в любом случае заключили союз. Поэтому мы сразу выиграем, убьем восьмерых зайцев. Да, ромчик, к сожалению, мы уже потеряли. Но ничего страшного. Будем ждать новый ром. Брёвна у нас экспортируются. Армейские базы. Новый завод построить. Пока мы всё равно в минусе. Это вот плохо надо выходить из минуса. Выходить из минуса. Минус 10 тысяч. Вот я могу похвалить. А что такое делегация? Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, вот появилась демократия. Законы, которые проводятся чаще. Давайте ещё раз прочитаем быстренько. Так, у нас будет много повстанцев. А если полицейское государство? А, мне нужно будет построить полицейские участки. Давайте попробуем полицейское государство. В любом случае я смогу выиграть любое голосование, да? Попробуем так. Если даже так не получится, поставим тоталитарное. И всё. И проблем нету вообще. Ноль проблем, ноль. Всё, мы всё приняли? Нормально? Голосуют только богатые граждане. Ну, голосовали что-то небогатые граждане у меня. А, я уже принял, едиоты, кусок. Ну ладно. В любом случае нам нужен экспорт, экспорт, ром. Блин. О, сигареты, нифига, 4000. Хорошо. Присоединиться к оси. Ну давайте-то выполним задание. Что ж поделать. Вот, типа, само по себе стало. Мы получаем специальный запрос о войне, чтобы заключить свою создание. Чтобы иметь иностранную помощь. Так же, как пришли по креплению, если нас нападет другая сторона. Наши друзья из штаба оси готовы разделить с нами славу боевых побед. Мы получаем. На нас напали уже, что ли? What the fuck? Что остается нам, дипломатам, это навести порядок. В любом случае они совершили невозможное. Принесли войну к нашим берегам. Да вы чё? О, блин, я не хочу проиграть. Давайте, давайте. Хотя мы должны, наверное, стоять. О, танки! Господи Иисусе. Я чувствую, будет сейчас попа. Поэтому нужно было сохраняться. Что ж я не сохранялся? Они должны помочь же, правильно? А где помощь, мужики? Здесь везде в горе стоит, правильно? Давай пулемет. Ну как больно, мужики. Ну помогите. Президент, вы лучший правитель, которого только можно пожелать. Под вашим руководством. Все нам. Конечно, да. Немного я этого не ожидал, так сказать. Ещё и танки. Как мы будем убивать танки-то? У меня танков нету. Мужики, давайте, давайте. Должны стоять. Ты же не обидишь даму, правда? Да я не сохранился. Блин, надо было сохраняться. Прикиньте, сейчас всё просрать. Нет, мы должны стоять. Так, убили одних. Ещё одних убили. Сможем ли мы убить танков? Мы будем бороться с тобой на улицах. Пехота, танки. Да, танки тяжело убить будут. У нас очень много. Неужели мы все сдохнем? Президенты, после тщательного исследования... Это ясно. Открыть сухой док. Ну, танки-то должны как-нибудь сдохнуть? Давайте, мужики, вас столько много, пожалуйста. Давайте, давайте. За Родину! О, взорвали один танк вообще! Ну, вы поняли, короче. Всё, чертей раскидали. А, изи. Всё, мы вступили в сою. Вообще, просто по-изичи. Отлично. Изи. Так, Ось предложила нам несколько наград. Надеюсь, что мы нарастим свои вооруженные силы и поможем им в войне. Мы поможем в войне. Давай, военное здание. Всё! Мы сделали очень многое. Что у нас с Ромом? Мы ждём Ром. Рома, Рома, Рома! Что у нас с экспортом? У нас с экспортом вообще идёт. В любом случае, нам сейчас нужно увеличивать военную мощь, армейские базы. Начнём строить армейские базы. А что такое армейские базы, как вы думаете? Что ж это такое? Это танки. Это танковый отряд. Извиняюсь. Так. У нас уже такой большой город, что я уже не знаю, куда всё ставить. А, вот как управлять камерой. Это так думал. Дурака кусок. Ну, вот так вот, да, у нас? А если прям сюда поставить? М? М-м-м-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м-м-м. Им же нужна дорога ещё, да? Прям отсюда пускай танки вылазят. Правильно? Всё. Ну, понимаете, уже всё. Прошло время шутить. Пора нагибать. С прогибов щи давать. И убивать. И не погибать. И умолять. Блин, ну дорога. Давай же, дорога. О. Нормально. Я всё смогу сделать. Вот такие вот у нас пироги. Как ни странно, пока у нас идёт всё хорошо. До выборов. Война ещё не скоро, но нас уже атакуют. Как ни странно. Наши войска выстояли. Не нравится мне это, Адриана, президент. Она вечно надо мной издевается, обзывается. Вчера вот обозвала бабуином. И мои планы ей не нравятся, даже если они должны сработать. Например, я предложил использовать рыбасский флот, чтобы заминировать наши приберженные волны. Она только посмеялась надо мной. Но это же отличная идея, правда, президент? Ну скажите, отличная. Довести количество рыбасских пристаний до двух. Сторожение будет отложено. Ну пускай. Так, что у нас с деревом? Я не могу понять. Он идёт экспорт или не идёт? What the fuck? Мне дали бесплатно одно здание. А я его построил, это он и был, наверное? Скорее всего, да. Да. Скорее всего, я правильно. Поэтому я заметил, что денег у меня меньше не стало. Мы построили бесплатно танковую дивизию. Понимаете? Вы чуете, да? Чуете запах? Ещё сюда поставить танки. Вот сюда вот куда-нибудь зашпебенить. Зашпебенить. По-фасту. Ладно, я хочу ещё танков. 15 тысяч. Так, что они там воняли? Что-то им не нравится, что у меня... А, вот. Где-то они здесь вот были. Всё, повстанцы все сдохли, что ли? Где протест? Они воняли, что у нас военной мощи мало. Где наша военная мощь? Так. Династия. Нет. Политика. Союз. 93. Теплота. Угрозы отражения нет. Союзники нет. Армия. Преданность армии. Почему умеренно? Почему умеренно? Может, нужно армии наши побольше бабуаем, так сказать, башлять? А? Ну, давайте, братцы, давайте. И заметьте, военный форт победил. У нас два форта военных, и мы обокакали. Весь их взвод. А он же чинится автоматом, я думаю, нет? А пока весь взвод и... Ну, парочку танков. Три танка всего лишь. Так, давай, армия, ты должна быть довольна. Преуспевающая армия. Давай. Преуспевающая. Всем бабуа. Мы богатые. Что у нас с ромом? Да, да, да. Мы ждем ром. Нету рома. Ждем, ждем. Нам нужен хороший эспорт. Что по бабуу у нас? Двадцать три факинг щит. Двадцать три тысячи. Две тысячи, ноль, ноль. Эти два порта можно сносить, нафиг. Они мне не нравятся. Вот вам военная мощь. Давайте, стройте. Что, опять у нас падает поддержка? Ну, ладно, что ж. Не привыкать. И еще одну хочу армейскую базу. Прикиньте, танки. Танки. И пехота еще нужна. Это я бы снес все равно, мы, конечно же. Военный форт, он уже бестолковый стал. Нам нужна пехота нормальная. Ну, ладно. А, шесть тысяч. Е-е-е. Успели. Ну, не будем ставить все в одну кучу. Когда-нибудь у садовода как-нибудь поставим. Здесь у нас лесорубы потом увонять будут опять. Здесь очень далеко. Например, у садовода можно поставить. Да, они сразу нападают отсюда. Во, 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 во. Да. Да, стыж фантастиш. Белиссимо. Отлично. Садовод зафигенем. И построим дорожку. Вот так вот. Ну, нормальная дорога. Перекресток семи дорог. Отлично. У нас уже будут танковые дивизии. Что у нас указано? Вещи интересные нет? Это уже сделали платное. Нет. Они будут подыхать. Ранние выборы ни за что в жизни. Дебил что ли? Налог на богатство. Бояное положение. Так. Прекращают выборы. Это что-то интересно. Надо запомнить. Снижает уровень преступности. Туризм. Эффективность. Порабы. Нет. Что-то вообще плохо. Видите. Все снижает. Нам не нужно ничего снижать. У нас процветают плантации. Сахарок. Ага. Все отлично. Какао. Ну да, детка. Прибыль. 39 тысяч прибыль. Как вам? Чуете? Так. У нас какао нормально все. Экспорт идет. Ром. Ох. Какая красотка. Угу. Сахар сдулся. Рома нового нету. Кстати. У нас есть... Сейчас. Секунду. Фух. Отвлекает меня. Сейчас пришлось пока побегать. Ну ладно. Я сейчас был просто на улице. Поэтому пока дышка. Давайте сейчас еще минут 6 поиграем. И закончим этот выпуск. 16 тысяч. Видите, да? Безусловно, выпуск был очень полезный. Многое изменилось, да? Начинали с того, что проиграли выборы. Потом победили. Была войнушка. Наключили союз. Очень хороший союз. Плюс 92. А, мы ждем. Да, ждя, ждя, ждя. Ждя, ждя. Какао. Что у нас какао? Я про него говорил. 1800. Нужно найти еще варианты какао-экспорта. Будем ждать и какао. Ух, и Ром. Извиняюсь за одышку. Я просто хочу закончить уже. Так. Ром у нас работает на полную катушку. Сахара нету? Сахар. Ну где сахар? Что-то как-то странно очень. Почему сахара нет? Так, ну ладно. Смотрим тогда эффективность. Богатый. Эффективность 95. Качество работы, да? Так, экспортировали товар. Что у нас? У нас почему-то бревна не экспортируются. Меня же заколебало. Давайте поставим тогда экспорт бревна. Уберем какао один. И любое бревно. Блин. Нет у нас экспорта бревна. А, или бревно, или доски. Ничего нету. Ладно, вернем тогда. Вернем на какао. Все, ждем, когда появятся бревно или доски. И ставим. Нужно выполнять задания. Реально уже много заданий. Новые рыбацкие пристани. Вот. Красота какая. Все, у нас построены здесь танковые дивизии. И здесь армейская база. Хорошо, что-то опять появляются недовольные. Получились 100 очков исследований. И что ты мне говоришь? О чем ты говоришь? Так, у нас сейчас исследует социализм, да? Ладно, построим. Что нужно? Новые рыбацкие пристани, да? Делаем новые рыбацкие пристани. Новые рыбацкие пристани. Это пристань? Наверное, да. Я знаю, что я уже читал, да, что они ловят рыбу. Но экспорт рыбы, он такой убогий. О, как далеко-то, матерь божья. И что, и куда? Две штуки надо зафигачить каким-то образом. Так, давай, братюня, давай как-нибудь засунем. Вот так вот, может, да? Вот сюда вот где-то было. Пристани, они, в принципе, дешевые. Еще вот, затолкаем, как-нибудь. На берегу. Ну, вот он берег. Во! Ну, как-то так. Вот такие вот страшные пристани. Но мы предпочтение дадим вот этому чуду. Хорошо, мы уже отдали предпочтение. Так. У нас все идет отлично. Экспорт бревен и рома. Бревна, доски, ничего нету. Уголь фиг дня полная. Забейте. Я уже говорил, про уголь за счет забудьте. Как страшный сон. Похвала. Давайте мы их похвалим. Пускай у нас будут сотни. Все, это максимум. Похвалим. Типа, какие вы хорошие. Ой, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дерево валяется. Вот они, лесорубы. Они рубят лес, запомните. Хорошо. Ну, давайте тогда мы на этом закончим. Да, у нас пока, видите, все отлично. 50% голосов, это, в принципе, средненько, конечно. Можно было побольше придумать. Но это уже в следующей серии будем думать. У нас появилось, короче, две танковые дивизии. И еще построим одну для армейки, да. У нас 9000 на руках. Построим еще казарму. А давайте прямо сейчас я поставлю. Пускай строят. Нет, мы построим вот этот у вас. Летейный завод. Ладно, на любом случае, это мы уже посмотрим в следующей серии. Все. Я считаю, что это был очень полезный выпуск. Очень. 10 человек сдохли от голода. Пускай. Нужно что-то строить для людей. Видите, опять падает процент. 178. 13. О, как пустую-то. О, как пустую-то. А что такое-то? Давайте это прокачаем. Улучшаем, улучшаем. Давайте, мужики, что вы тупите. А церковь тоже можно улучшить? Давайте, давайте, давайте. Ну, кстати, надо церковь все построить. Все в минусе. Но прибыли от нее не будет, церковь. Ну, все. В любом случае, у нас все хорошо идет. Я надеюсь, что будут идти дальше. Всем пока. До следующей игры. Я жму паузу. До следующего выпуска. До следующего. До следующего. До встречи.